Друзья, всем привет! С вами канал Goodwood, Александр Дубовенко. Мы находимся на самом главном в мире событии в области технологий, архитектуры и медиа. Dubai Expo. Смотрим! Мы находимся в Дубае на выставке World Expo. Немножко расскажу про эту выставку. Эта выставка началась приблизительно 170 лет назад в Англии и во Франции. И потом уже стала традицией каждые 5 лет проходить в разных странах. На этой выставке показываются самые передовые достижения всех отраслей. Особенный упор делается на архитектуру, на технологии, на медиа. Здесь появлялись самые необычные вещи, которые вначале казалось безумием, а потом постепенно эти вещи входили в наш обиход. Например, здесь впервые показали лифт Otis. Когда его увидела публика, сказали, что за бред, это никогда не будет нужно. Ну а сейчас эти лифты работают по всему миру. Также здесь показали первый раз Эфелеву башню. Потом похожие объекты, мосты в том числе металлические, появились везде по всему миру. Также здесь в качестве юмора расскажу вам. Здесь впервые показали кетчуп, хайнс и так далее, и так далее, и так далее. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть, как будет выглядеть будущее. И мы покажем самое интересное вам. Друзья, представляю вам завсегдатаев наших выпусков, Елену и Валентина. Здравствуйте. Привет, привет. Дело в том, что выставка Dubai Expo, она настолько сложна, настолько многообразная, настолько тут всего много интересного, и с архитектурной, и с художественной точки зрения, что, боюсь, я один не способен все это вам донести правильно и прокомментировать. Поэтому я пригласил наших коллег, которые вам фактически все это будут рассказывать и будут соведущими этого выпуска. Поэтому пойдемте на выставку. Ты знаешь, Лен, мне кажется, что девиз выставки, он в чем-то соотносится вообще с нашим стилем жизни в нашей компании. Потому что девиз звучит так, объединяя умы, создаем будущее. И чтобы вам было проще разобраться, как все это устроено, мы неслучайно подошли к карте. Выставка делится на три смысловых блока, которые, по сути, связаны с главными посылами выставки. Это мобильность, устойчивое развитие и возможности. Российский павильон находится в блоке мобильности. Мы, я думаю, обязательно туда сходим. Но начнем, я думаю, с павильона принимающей страны, Арабских Эмиратов. Ну, а перед этим мы зайдем через огромнейший купол, который является центральной площадью, а вечером превращается в огромное медиа-шоу, можно сказать. Мы, надеюсь, вам тоже его успеем показать. Ну, согласись, когда видишь это здание, ты действительно понимаешь вот эту цитату, что архитектура — это застывшая музыка. Давай для наших зрителей расскажем, что это за нашей спиной. Мы находимся около павильона Арабских Эмиратов. Архитектор Сантьяго Калатрава. И павильон выполнен в форме крыльев парящего сокола. А сокол — это символ Арабских Эмиратов. Но и не случайно, потому что, как мы знаем, Сантьяго Калатрава — один из основателей бионики в архитектуре, или биотек, то, что называют. А суть очень простая. То, что он не просто повторяет форму какого-то человеческого органа, или животного, или птицы, как в данном случае, а он еще воспроизводит те механизмы устройства, как это работает у людей или у животных в архитектуре. И мне кажется, это круто. Конструкция здания представляет собой 28 перьев сокола. И они открываются. То есть здание движется. И полное раскрытие этих перьев занимает 3 минуты. Да, они раскрываются в зависимости от движения солнца. И раскрывают или закрывают солнечные батареи. Ну и, конечно, нас интересовали конструкции этого павильона. Крылья сделаны из углеродного волокна Falcon. Ну, на ощупь они похожи на какой-то пластик. Но меня больше интересовало, как это все монтировалось. И если подойти ближе, то можно увидеть отдельные сектора, которые, видимо, изготавливались где-то на производстве, провозились сюда и соединялись уже здесь в единую конструкцию. Если подойти ближе, стыки видны. Но издалека это кажется как сплошной монолит. И мы, конечно, здесь узнаем почерк Калатравы. Кто был в Валенсии, видел его знаменитый парк искусств. Здесь очень много, конечно же, перекличек. И видна рукомастера. В этот павильон самая большая очередь. Поэтому, чтобы попасть вовнутрь, нам надо пойти уже взять талончик. Крыло за шибись. Похоже на этого Алвара Алта или как его? Ле Карбузье. Меня пытались заставить объяснять, что это за крыло. Ну вот. И я что-то подумал, что это не выговоры. И поэтому решил, что лучше, чтобы коллеги показывали вот это вот. Рассказывали про белотраву и все остальное. Наконец-то мы отстояли длинную очередь и попали внутрь. И здесь полный контраст с тем, что было снаружи. Здесь темно, холодно, очень много песка. В общем, настоящая арабская ночь. Мне кажется, это самый крутой сувенир, который я вообще когда-либо встречал. Это паспорт выставки. Он выглядит вообще как настоящий паспорт. Посещая каждый павильон, здесь можно ставить отметки о посещении и потом его вести с собой, как память об этом событии. Да, очень круто придумано. И еще здорово, что нам выдали эти паспорта сразу по прилету в Эмираты на паспортном контроле. Мы находимся в той части выставки, которая посвящена устойчивому развитию. Возможно, вы не слышали этот термин. Давайте его немножко поясню. Дело в том, что мы все, как компании, как люди, мы работаем, удовлетворяем свои какие-то потребности текущие. И при этом мы, конечно же, немножечко берем в кредит у следующих поколений. То есть мы немножко портим землю, немножко выпускаем лишний углекислый газ, и потом будущие поколения будут с этим всем бороться и жить хуже нас, потому что они намного больше ресурсов будут тратить на то, чтобы устранить те последствия, которые мы им оставили. Поэтому на текущий момент те компании, те страны, те отрасли, которые занимаются не только удовлетворением текущих потребностей, но и думают о следующих поколениях, это и как раз называется устойчивым развитием. Поэтому вот эта зона выставки с большим количеством павильонов посвящена именно этой теме. Вот пример павильона, который так и называется устойчивого развития. Он находится под землей полностью, но всю энергию для своей работы он берет с солнечных батареек. Вы видите огромные такие грибы, которые выросли над павильоном. И вода тоже используется повторно, рециркулируется. Сточные воды все с этого павильона поступают в деревья. Деревья это все фильтруют, влагу выделяют, дождевая вода собирается. И в общем все здесь полное безотходное производство. И этот павильон потребляет ноль энергии. Всю энергию, которую он потребляет, она вся берется из солнечных батарей. Продолжение следует... И еще одно вау сегодняшнего экспо. Это, собственно говоря, зачем мы сюда шли? Это, конечно, павильон Сингапура, созданный компанией ВОХ. Он за нашими спинами и представляет собой большой зеленый оазис. Как ты думаешь, в чем основная идея этого оазиса? Этот павильон символизирует борьбу с глобальным потеплением и посвящен этой проблеме. Представляет из себя три зеленых конуса, объединенных общей крышей. Ну и здесь много зелени, и она очень органична и круто вписана. Вы просто посмотрите сами. И мы пойдем посмотрим. А еще крутая идея этого павильона в том, что человек, попадая внутрь, он проходит через лисячие сады, которые находятся внутри конусов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, мы находимся около главного павильона сектора мобильности. Собственно, павильон так и называется мобильность. Мобильность тут понимается в трех смыслах. Во-первых, самый современный транспорт, который не просто доставляет тело из точки А в точку Б, но и приносит как можно меньше вреда экологии нашей планеты. И, конечно же, речь в первую очередь идет об электрическом транспорте, на который я, кстати, пересел, в отличие от вас. Второе. Это самые быстрые коммуникации. Это возможность общаться. Ну, вы понимаете, 3G, 4G, 5G. Вот это все. Ну и, наконец, третье – это обмен знаниями. Очень важно, чтобы для того, чтобы научно-технический прогресс шел быстрее, необходимо, чтобы знание, которое образовалось в одной культуре, как можно быстрее перетекало в другую культуру, и чтобы разные люди из разных стран могли вместе что-то совместное создавать, и тогда будут гениальные продукты. И это тема всего этого сектора, и, в частности, этого павильона, который называется «Мобилити». Человеком, который сегодня стал говорить про мобильность в формах архитектуры, стал никто иной, как Норман Фостер. Посмотрите на это здание за нашими спинами. Это павильон, посвященный мобильности. Вот, действительно, Норман Фостер очень узнаваемый в своих чертах. И здесь, что удивительно, мобильность, казалось бы, как ее показать в архитектуре. Ему это удалось. Вот эти нависающие консоли, динамизм формы, и, конечно, сама форма здания, выполненная в виде трелисника. Норман Фостер вдохновлялся городом будущего в Абу-Даби Маздаром, который будет существовать исключительно на возобновляемых источниках энергии. И многие технические вещи здесь тоже работают на тему мобильности. Например, в этом здании расположен самый большой в мире лифт, который способен поднимать до 160 человек одновременно. Ну и, конечно, парк, где демонстрируются современные средства передвижения. Мы специально подошли поближе к фасаду здания, чтобы вы посмотрели, как вблизи выглядят эти футуристические консоли, которые создают динамизм. Да, каждый выступающий ярус является козырьком для нижнего уровня, и таким образом достигается и функциональная, и эстетическая составляющая. Очень круто. Также внутри этого павильона расположена экспозиция, которая рассказывает про историю путешествий от переселения народов до современных средств передвижения в городе. Да, и очень круто, что здесь удалось совместить и во внешнем архитектурном облике, и во внутренней экспозиции вот эти смыслы мобильности. Мне кажется, это очень непросто и этим ценно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, друзья, мы наконец добрались до павильона России на Экспо 2020, и это действительно впечатляет. Это очень круто, это работа коллектива архитектурного бюро Спич Сергея Чобана. Лен, что ты можешь сказать про архитектурную идею этого павильона? Внешне это напоминает то ли какой-то клубок ниток разноцветных, то ли какую-то планету, кольца Сатурна. И тут в буквальном смысле переплетено очень много идей. Архитектор, насколько я знаю, вдохновлялся, например, супраматизмом Малевича, это мы видим в цветовом решении, а также куполами собора Василия Блаженного. Если помнишь, там есть такие закрученные, и прям очень напоминают. А в плане планировок и архитектурного замысла это похоже на матрешку, потому что здесь один купол внутри другого, внутри одна сфера, и которая накрыта с другой. Но еще есть очень интересное решение, из чего, собственно говоря, он сделан. То есть снаружи это все такое яркое, динамичное, вот эти линии вы видите, да? Какие технологии здесь использованы? Да, тут необычные строительные материалы применены. То, что выглядит как разноцветные нитки, это такие пластиковые трубки разных цветов. Они специально подбирались максимально контрастных друг к другу цветов, чтобы даже издалека они не сливались во что-то однообразное, а смотрелись отдельно. И мне еще очень нравится, что здесь вокруг павильона вода. Это ему добавляет тоже динамизма, и он становится каким-то таким воздушным абсолютно. Очень круто. И, насколько я знаю, у этой воды есть еще и практическая польза. Она создает более охлажденный воздух вокруг павильона, и пластик меньше выгорает, меньше нагревается на солнце. Ну что, я предлагаю заглянуть внутрь? Да, пойдем посмотрим. На самом деле, раньше главной идеей, главным открытием, если мы говорим в строительной сфере, на выставке были строительные конструкции. Сейчас главная фишка всех павильонов – это, конечно же, медиа и их возможности. Это можем видеть и в нашем русском павильоне. То, что мы увидели внутри, это действительно поражает. Здесь полное ощущение, что ты попал действительно в будущее. Вот это количество света, экранов на всех поверхностях, на полу, на стенах, и огромный мост – все это дает вау, такой эффект. Который раскрывается, раздвигается. И здесь, конечно, тоже про связь на науке, технологии, поколений, через возможности мозга, если можно так сказать. Сейчас начнется шоу. Субтитры сделал DimaTorzok Мы находимся около павильона возможностей. В настоящее время мимо каждого человека проходит очень большое количество возможностей. А так как развитие с каждым годом ускоряется, этих возможностей становится все больше и больше. И время на то, чтобы среагировать на это возможности, что-то сделать, все меньше и меньше. Окно возможностей очень быстро открывается и очень быстро закрывается. Здесь основная мысль в том, что каждый из нас должен пытаться постоянно реагировать быстро на эти возможности и быть готовым к изменениям. И те люди, которые все-таки используют эти возможности за то, чтобы хотя бы чуть-чуть улучшить наш мир, те молодцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вроде бы мы уже должны были закончить сегодняшнюю съемку, но, конечно, мы вам не можем не показать Англию. Это уникальный в своем роде павильон. Он создан английской художницей Эс Девлин, которая, в свою очередь, вдохновлялась великим Стивен Хокингом. А суть очень простая в том, чтобы написать послание, возможно, где-то существующим цивилизациям. И на фасаде этого здания вы как раз видите отправленные людьми послания. И в чем, собственно говоря, уникальность этого здания в том, что оно, по сути, само является экспонатом, что редкость для экспо. Да, это здание 20-метровой высоты представляет из себя структуру, на фасаде которой искусственный интеллект пишет стихи. Экспозиции в традиционном смысле слова в этом здании нет, но зато любой человек может подсказать искусственному интеллекту слова, из которых сложится послание для внеземных цивилизаций. И посмотрите, как оно эффектно, а особенно вечером. Ну а мы с тобой пойдем попробуем написать послание внеземным цивилизациям. Да, пойдем попробуем. Мы находимся в павильоне Англии, который построен полностью из дерева. И мы сейчас попробуем написать послание внеземным цивилизациям. All right. Продолжение следует... 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 Друзья, как вы видите, Дубай-экспо – это огромная выставка. В нее вложено 7 миллиардов рублей. Ой, тихо, не ржать. Друзья, как вы видите, выставка просто огромная. Мы здесь были два дня, но реально, чтобы обойти все павильоны, нужно недели-две. В выставку вложено 7 миллиардов долларов, и поэтому она, конечно, колоссальных масштабов. Напоминаю, что выставка в первую очередь показывает нам будущее. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая, на ваш взгляд, технология в будущем появится и будет наиболее востребована. Жду ваших комментариев. В одном из следующих выпусков мы покажем вообще уникальный контент. Мы собрали все павильоны с применением дерева, и фактически будет уникальный контент – дерево на выставке Дубай-экспо. Нажимайте колокольчик и ставьте лайк, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok